Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я вас приветствую в очередном видео для поклонников и любителей темы Woodmart. Тема одна из лучших для интернет-магазинов на WordPress. Не только интернет-магазинов. Итак, сейчас перед вами открыт сайт блог разработчиков, где они расписали, что входит в новую версию. Ссылку я оставлю под видео на свою статью. А в своей статье вы найдете все необходимые ссылки. Также вот на эту страницу и так далее. Итак, давайте в этом видео взглянем на самые интересные новинки в этом обновлении в 7.5. Во-первых, вышли две новые темы, две новые оболочки внутри шаблона, внутри темы Woodmart, так скажем. Две новые оболочки. Готовых к работе шаблонов. Один из них, вот этот я себе установил, сейчас мы на него тоже посмотрим. Следующее интересное обновление для мобильных устройств. Разработчики сделали так, чтобы категории компактно, вот здесь вот на мини-картинках видно, компактно отображались и открывались в двух вариациях. Находится это Woodmart, настройки темы. Дальше раскрываем категории товаров, потом заголовок страницы. Вот здесь у нас вы просто наводите мышь на вопросительный знак. Можете видеть, вот как аккордеон будет выглядеть. И есть скрытая боковая панель. Здесь сразу открывается ряд настроек. Просто вот наводите мышь. Выпадающий спицы как выглядит. Смотрим еще один вариант. И вот разные варианты здесь можно посмотреть и выставить так, как вам будет максимально наилучше. Следующая интересная возможность это заблюренная полупрозрачная шапка, если вы ее используете вот так вот. То есть при прокрутке она у вас появляется. Раньше это было просто, допустим, заливка цветом. А сейчас видите, она такая полупрозрачная и заблюренная. Настройки Woodmart. Дальше переходим в конструктор шапки. Заходим в нашу шапку. Вот где у нас MindHeader, то есть где цвет ее. Шестеренка напротив. Нажимаем. Стиль. И вот здесь появляется новая кнопка. На нее нажимаем. И мы видим ряд настроек с ползунками. То есть Blur. Это размытие. Можете выставить размытие всей плашки. Опасите прозрачность. И другие параметры, которые вы можете просто выставить, двигая ползунки. Далее не забудьте нажать сохранить. И нажать сохранить здесь тоже. Следующая опция это боковая панель из вкладок в карточке товара. О чем здесь идет речь. Давайте посмотрим. Зайдем в какой-нибудь товар. Сейчас у нас видите вот эта вкладка описания детали. Вот эта вот вкладочка. Это просто обычное описание вкладка в товаре. Если мы будем использовать, то есть если мы не будем использовать макет, вот здесь готовые или собранные нами макеты для страницы одиночного товара, то в настройках темы, дальше карточка товара, дальше вкладки. Здесь нету возможности, то есть если мы без макета используем, у нас нет возможности использовать это обновление. У нас только есть вкладки и аккордеон. Вот имейте это в виду. Но если мы перейдем вот сюда в макеты, будем использовать для карточек. Либо свой соберем макет, либо уже здесь из этого шаблона. Давайте я его сейчас активирую. И мы зайдем в настройки через Elementor, посмотрим, что это такое. Здесь видим вот этот вот элемент. Заходим в карандаш, вот его название. Это просто вкладки продукта и вот здесь макет. Видите, у нас есть скрытая боковая панель. То есть также можно использовать вкладки аккордеон, открыть все и скрытая боковая панель. В таком случае, если мы обновим страницу, используя уже макет, у нас вот здесь выводится это описание и вот эта вкладка вторая. Смотрите, что происходит. При нажатии описание открывается в неком всплывающем окне, выскакивающей сбоку. И вторая вкладка. Если мы посмотрим через имитацию мобильного устройства, то здесь то же самое. Все это работает. Мы с вами рассмотрели самые значимые обновления Woodmart в этой версии. Дальше обязательно рекомендую пройти на эту страницу и почитать, что было исправлено. Очень много исправлений, ошибок, изменений и так далее. Надеюсь, для вас все было полезно, интересно и понятно. Я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Если поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok